Наполеон Если вы захотите почитать, то наберите где-нибудь там в гугл, наберите, а была ли война, и вообще был ли Наполеон, и получится очень интересные там какие-то вещи, то есть он, допустим, считает о том, что это все было, так сказать, придумано, на самом деле, в Атерлоуто, собственно говоря, возможно и не было, почему? Потому что по срокам это не совпадает, по астрологическим срокам о том, что должна была быть вот там вот это все вот. Но, тем не менее, поражение в России официально оно было, это было предсказано мадам Ленорман. Ну, на самом деле, еще было много разных вещей, где был очень интересный такой момент, который, значит, называется призрак, который появился в палаццо, палаццо-дворец Бонапарта. То есть, в 1812 году, когда мать Наполеона, Луиза Австрийская, находилась в своей гостиной, природник пустил в дом незнакомца. И этот незнакомец был запутан в широкий плащ, там у него на лице была шляпа надвинута, то есть невозможно было разглядеть его лицо. И он должен был встретиться с матерью Бонапарта, поскольку он получил, вот с острова Святой Елены, получил как раз вести. Ну, естественно, хозяйка попросила, чтобы впустили этого незнакомца. И он стоял какое-то время молча, а потом вдруг, когда ушли все там слуги, он открыл плащ, и это был ее сын Наполеон. То есть, это, еще раз, когда он бежал с острова Эльба в 1815 году, это уже было, да. А тут речь идет о том, что она... С Елены бежала. С Елены, да. Но дело в том, что этого быть не могло в то время. И, короче говоря, она чуть ли не упала в обморок, и не понимая, как это вообще может быть, ну, она считала, что это какой-то призрак, и это все почудилось. И вот она стала пятиться назад этого призрака, этот призрак стал пятиться там к двери, пока не исчез. Ну, и когда мать пришла в себя и кинула за ним, то в прихожей никого, кроме привратника, не было. И когда она спросила этого привратника, а где тот человек, куда он пропал, слуга ответил, как это, он вообще никогда не выходил, я его проводил к вам. И я здесь был все время, и его не было. То есть, он не выходил. То есть, она вернулась обратно в свои покои, обыскала все, ничего, естественно, никого не нашла. Ну, и только спустя два месяца, уже в июле, она узнала, что ее сын в этот день, значит, точнее, два месяца, вот она узнала, через два месяца узнала, что он, Наполеон Боннапарс, кончался на острове Эльбен. Эльба именно в этот день, 5 мая 1821 года. Вот, то есть, я, наверное, да, это, наверное, значит, я сказал в 12-м, нет, не знаю, в 21-м году это было. Дальше. Еще есть некоторые интересные факты, которые говорят о том, как мы знаем, если мы помним, то на фотографиях изображается Наполеон, причем он очень и очень сильно изменился с того времени, как он был офицером, и после того, как он стал императором, чисто внешне, то есть, он очень сильно располнял, у него формы приобрели какую-то округлую такую вот округность, и, короче говоря, эндокринолог там был исследователь из США, он характеризовал, что стала трансмутация, короче говоря, или трансформация его тела этого Наполеона, и он стал превращаться, короче говоря, в женщины. Поэтому есть некоторые, да, люди, которые говорят именно об этом. У нас есть звонки? У нас есть звонки, у нас есть реклама. Давайте примем звонок и ответим ее, ответим после. Алло, алло. Так, дорогие друзья, после рекламной паузы мы возвращаемся. У нас во время паузы я вызвал нашего экстрасенса, ясновидящего Елену Порецкую. Она сейчас слышит, она слышит меня, она будет слышать ваши вопросы. Вы можете звонить в эфир, задать ваш вопрос. Это, ну, нумерология я вам посчитаю, но если вы хотите что-то большее, если у вас какие-то есть более серьезные вопросы, вы звоните и задавайте этот вопрос. А дальше будет слово Елене. Будете вы слышать? Я думаю, вы будете слышать. В любом случае, она у меня выведена сейчас на мой компьютер, поэтому она будет вас слышать, и вы, скорее всего, будете слышать ее. Мы проэкспериментируем. У нас это первый раз эксперимент. Ну, а пока звонков у нас нету, давайте я отвечу на по дате рождения. Елена нас слышит, если у нее что-то есть добавить. Хотя она не слышала эту женщину, то она добавит. 4 марта 1963 год. Позвонила женщина, которая спросила, ну, так сказать, не знаю, вопроса не было конкретного, вот о себе что-то рассказать. Ну, что я лично могу рассказать по дате рождения? Следующее. Ну, во-первых, опять та же самая цифра 4. Очень такая странная цифра, но женщина находится в том возрасте, когда, скажем, вторая половина наступила жизни. Но мирологическая вторая половина, она наступает в возрасте примерно 35 лет, будем так говорить. И это не обязательно, что энергии этого числа четверки, вот этой, они будут соответствовать второй половине. Вот конкретно энергии вашей соответствует уже планету Уран. А Уран – это очень серьезное качество. Это у вас восьмерка. Восьмерка. И, точнее, не Уран, простите, Сатурн. И эти качества очень и очень серьезные, очень сильные. Они говорят о том, что концентрация, вы четко должны планировать, и вы, наверное, это умеете делать в свою жизнь. Концентрация на карьере. Нет концентрации, если, ну, во всяком случае, я вижу по матрице о том, что, возможно, какие-то нюансы в семейной жизни. Где-то есть какие-то, да, какие-то, мне кажется, неполадки в семейной жизни. Или были. Вот. Но качество очень сильное, потому что, начиная примерно с цифры 6, 6, 7, 8, 9, это качество гораздо более сильное, что ли, чем качество до пятерки, допустим. То есть люди, которые под влиянием единицы, двойки, тройки, четверки, ну, в какой-то степени 5. А смотрите, уважаемые, вам не хватает целеустремленности. То есть у вас нет ее, скажем, вы не ставите себе цель и не идете к ней. Возможно, вы уже это поняли за то время, то, что вы живете, и вы уже это все делаете сейчас, у вас это все есть, но от природы у вас такого качества не было. То есть, ну, вот, есть сегодня-сегодня, завтра-завтра, а вот так, чтобы распланировать себя на 5, на 10, на 20 и так далее, нету. Или они какие-то достаточно расплывчатые. Очень редкое качество, зато можно сказать о том, что вы, это то, что называется self-esteem по-английски, или оценка самой себя на оптимальное, на самое сильное. То есть вы себя очень трезво оцениваете, то, кто вы есть. Божественная или духовная составляющая, великолепная. То есть не максимальная, но великолепная. Вы понимаете о том, что от обезьяны и не от таракана мы не произошли. Это у вас эти качества есть. Но очень серьезная ответственность перед, скажем, перед людьми у вас есть. То есть вы не только живете для себя, вы живете для других людей, вы человек слова, вы держите свое слово. И это тоже редкое качество достаточно, потому что как-то все о себе любимой или о себе любимом заботятся, но вот никак не о ком-то еще. Но максимум, кто ходит в круг, скажем, вовлеченности, это близкие какие-то родственники, семья, дети там и так далее. У вас другая ситуация, душа, это тоже, в общем-то, другого человека, это, тем не менее, духовная составляющая, а не физическая. Поэтому надо к этому так именно и относиться. Ну что, с неба ничего не падает. Все зарабатывается тяжелым трудом. То есть приходится работать, пахать, 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 что, в общем-то, и происходит. Ну что, здоровье есть от природы, энергия есть от природы. Не самое сильное, но да, и есть. Хотелось бы еще раз качество характера усиливать, да, и развивать интуицию. Вот это я бы посоветовал тогда, у вас было бы абсолютно все, скажем так, оптимально. Но единственное, в чем дисгармония небольшая есть, это каждый человек окружает себя определенным количеством каких-то привычек. У всех у нас есть привычки. Но у вас их слишком много. То есть эти привычки столько, что они могут менять друг друга. Вот эта привычка сегодня такая, завтра другая, послезавтра третья. Вот небольшой дисбаланс в этом плане есть. Во всем остальном здорово, замечательно. Можете и руками, то есть очень трудолюбивая, скажем так, руками тоже умеете все делать. Ну вот примерно так. Конкретный специфический вопрос тогда, это уже к нашим ясновидящим. Она, наверное, если у вас есть такой вопрос, пожалуйста, задавайте его. Повторю телефон эфира 847-498-3367. У нас есть еще буквально 15 минут. Если Елена хочет что-то добавить, есть такая возможность. Ну, еще раз, она не слышала эту женщину, поэтому не знаю. Елена, есть возможность вам добавить? Ну, я не знаю, о ком вы говорите, и всем привет, конечно, и практически я не слышала вопроса по-моему, за этой женщиной. Все ясно. Все. Мы я не буду о ней говорить. Понятно. Тогда, дорогие друзья, есть такая возможность у вас задавать вопрос Елене, если у вас есть такое желание. Ну, или же мне по поводу нумерологии. Я прекрасно понимаю, как у нас относятся к таким вещам, типа ясновидения, но того, чего мы не видим, того, чего мы не чувствуем, нам трудно в эти вещи поверить. Ну, а эти вещи, конечно, качества у нас не так много. Ну, давайте у нас есть звонок, да? Да, здравствуйте. 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 У меня к Елене есть вопрос такой. К Елене, да? У меня мучка родилась с 28 марта 16-го года. Немни по нумерологии, что нашли в будущем. Я еще раз повторяю, 28 марта 16-го года, это моя внучка. Какого? 2016? Ну, не ты, не 916-го. А то я уже испугался. 2016. 2016 года. Елена, вы слыхали? 28 марта речь идет о внучке. 28 марта 2016 года. Скажите, бабушка, а что вас интересует о внучке? У нас ее нет уже, да? Есть радиослушательница на линии. На линии. Так, хорошо. Так, что вас интересует о внучке узнать? Что вы хотите узнать? О здоровье. Вы справились по поводу здоровья. Так. Так, по поводу здоровья и каково ее, вот, скажем, там, предназначение, куда ее направить, чтобы самое главное не мешать, а помогать. А как позвали внучку? Как зовут внучку? Фиона. 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 Да. Красивое имя. Фиона. Да, послушайте по радио. Я вам, давайте, значит, пока Елена думает, я могу, наверное, сам сказать кое-чего. Ну, что лично я могу сказать о том, что девочка обладает очень серьезными качествами, как организаторскими, как способностью какие-то вещи, допустим, создавать, созидать. То есть, она может быть очень хорошим, скажем, хозяином какой-то, ну, в дальнейшем может быть. И с ней надо быть достаточно осторожным, потому что она, у нее царская природа, я бы так сказал. Ну, а цари или королевы, да, они же не любят, чтобы ими командовали, вы же понимаете. Поэтому и зовутся короли и королевы. Поэтому надо быть в этом плане с ней осторожным. В то же время достаточно серьезная авторитарность у этой девочки. То есть, она будет учиться и будет считать, что она очень-очень многие вещи знает лучше, чем вы. Вот. Ну, вот так я бы сказал. Прекрасная есть энергия, хорошее здоровье. В общем-то, достаточно все гармонично. Единственное, цели, цели надо, вот, целеустремленность ей прерывать. Лена, у вас есть что-нибудь добавить к этому? Или просто... Ну, я бы сказала, что ребенок творческий, есть перспектива в работе с людьми. Но единственное, что она может быть психологически достаточно неустойчивой и нести нагрузку родового негатива, который, в принципе, ну, был как бы на ее предках, да? То есть, она как бы какой-то перст, ну, корень судьбы или как это назвать, какую-то отработку кармическую будет нести за свой род. У нее склонность к хорошему зарабатыванию денег будет, в принципе. В личной жизни у нее будут перепады. То есть, эта девочка может выбирать мальчиков, привязывать их к себе, но при этом не всегда будет счастлива, возможно, потому что она больше ценит себя, будет ценить себя, чем то, что в нее вкладывают. То есть, по сути, это такой уже готовый потребитель, и ее надо воспитывать в правильном русле, наверное, чтобы она оценила то, что у нее есть. Иначе этот человек будет очень эгоистичный и сложный по характеру. Ну, наверное, царственный в чем-то. Майкл прав. Ну, я хочу... Ну, склад карьеры у нее еще напутанный. То есть, она не имеет пока такого направления, которое бы было ее. То есть, она разносторонне развита. Лен, все, спасибо большое. У нас очень коротко, у нас остается очень немного времени до окончания. Я хочу сказать, я этот аспект еще не говорил, но я полностью согласен с Еленой. Дело в том, что в личной жизни будут действительно очень серьезные какие-то... Она будет перебирать, короче говоря, принца на белом коне с алыми парусами, она искать будет, она будет их выбирать и перебирать. У нее для этого есть серьезные качества. Это правда. С этим полностью согласен. Насчет родовой кармы не знаю. Это, скажем, не мой филд. Это как раз-таки то, в чем специализируется Елена. Давайте мы примем другой звонок. Алло. Да. Да, пожалуйста, говорите. Давайте, чтобы слышала Елена, да. Еще раз повторите, пожалуйста, у вас не было слышно по громкоговорящей. Я хочу, чтобы Елена слышала вас. Окей. Мой день рождения 29 октября 1460-й. И меня интересует мое здоровье и мои перемены в жизни. 1960-й, да? Да. Как вас зовут, простите? Алло. Как вас зовут? Как вас зовут? Вас зовут Анна. То есть перемены в жизни и здоровье вас интересуют. Елена слышала ваш голос. Давайте мы спросим, наверное, вначале Елену, потом я скажу. Спасибо вам. Ну, я концовку вопроса слышала, что человек спросил, сколько еще жить. Я на такие вопросы не отвечаю. Нет, не сколько жить. Сколько жить, такие вопросы никто не будет отвечать. Это нет сомнения. Я не знаю, был такой разве, не было такого. Значит, такие вопросы мы не задаем. Нет, вопросы здоровья и вопросы того, как жить дальше. Несколько жить, а как... Ну, вообще, как бы у этой женщины какая-то внутренняя прошлая трагедия, как будто бы она в себе что-то несет и, ну, как бы живет много лет вот с чем-то неприятным, нехорошим, сложившимся. Все время в состоянии ожидания, что что-то изменится. То есть человек живет все время желаниями своими, которые бы она хотела, а не той реальностью, которая есть. Здоровье, в принципе, она зависит от своего сознания. То есть очень сильно может, ну, влиять сама на себя в не очень хорошую сторону. То есть очень внимательнее надо относиться к своим мыслям женщине, да. Ну, и в какой-то степени, опять же, не очень, может быть, чем-то здоровый образ жизни в том плане, что лучше, может быть, выбирать какие-то продукты питания более качественные или экологические, потому что немножечко пробой идет по желудочной сфере, сердечной. И в какой-то степени нужно, опять же, работать ей со своими мыслями. Человек немножечко берет очень много энергии от окружающих и постоянно наполняется этой негативной энергией, сама того не воспринимая, ну, не понимая. Все понятно. Елена, я должен вас прерывать. У нас есть звонки в эфире, и мы не можем долго останавливаться. Давайте, тем более, я еще добавлю. Ну, я согласен с Еленой в том плане, что, да, есть переизбыток, скажем, того, что, опять же, называют self-esteem. Человек считает, что он знает лучше, чем знают все остальные. И начинает тогда, если не так, то я знаю, вот со мной лучше не спорить, я узнаю лучше. То есть, надо допускать, что мы, находясь в этом материальном, физическом теле, мы можем ошибаться, мы не боги, мы люди. Ну, вот таким образом. Но хорошая энергия и здоровье от рождения, в принципе, есть. Если есть нюансы, это связано действительно с вами, надо разбираться с этим. Телефон в эфире, после эфира я через 5 минут, через 3 минуты расскажу. У нас есть следующий звонок, у нас много уже звонков есть. Да, здравствуйте, слушаем вас. Ребята, расскажите мне, 6 февраля 1995 года. Это кто? Это кто? Это кто этот человек? Вы о ком спрашиваете? Я спрашиваю о своей внучке. Так вы же так и говорите, уважаемая. Какой у вас вопрос? Как зовут внучку? Как внучку зовут? Внучку зовут Габриэла. И что вы хотите знать о внучке? Я бы хотела знать о будущем и здоровье. Шикарное желание знать о будущем и здоровье. Хорошо, спасибо, послушайте по радио. Елена, вам слышен был вопрос, да? Девочку зовут Габриэла. Только то, что вы мне сказали, Майкл, я не слышала. Не слышала, да? Значит, у нас не было громкоговорящего, да? Ну, окей. Значит, есть ли достаточно того, что я скажу, или этого недостаточно? Можем попробовать. Не-не-не. Бабушка, вы можете уже отключиться, потому что вопрос ваш понятен. Да, да. Значит, 6 февраля 1995 года девочку зовут Габриэла. Давайте я скажу быстренько, да? Я быстренько скажу, о чем идет речь. Совершенно великолепная способность быть менеджером. Светлая голова. Энергия великолепная, ну, как у меня. Можно заряжать, в общем-то, если нет места генератора работать. Единственное, что здоровья нету от природы. От природы нет здоровья. Это означает, что, в общем-то, надо было бы заниматься, может, она и занималась, я не знаю, спортом. Обычно такие люди делают. Если она не будет продолжать заниматься, но не спортом, а то физкультурой, то она будет забирать свое здоровье через своей энергии и будет себя истощать, и это будет налагать определенный отпечаток. Нету никакой, к сожалению, нету целеустремленности. То есть нету понимания того, чего мне делать. То есть вот кто-то сказал это, она делает это. Кто-то сказал то, делает то. То есть очень низкая способность к тому, что называется целеустремленности. Ну, есть нюансы, но давайте послушаем. Елена, у нас мало времени остается, буквально пару минут. Елена, очень коротко. Почему-то у этой девочки на сердце очень много каких-то переживаний личностного характера, и такое ощущение, что у нее личная жизнь не очень гармонична, как ей бы хотелось. В какой-то степени она может действительно работать с людьми, зарабатывать неплохие деньги, но цели особой в жизни нет. Как бы по здоровью она страдает тоже немножко психосоматика от какого-то вот, то ли нервное возбуждение, то ли человек бывает сам себя накрутит, вот такая она очень, бывает вспыльчивая в чем-то. Но она такая, что она не станет рассказывать, то есть как бы все носит в себе, за счет этого в будущем могут страдать сердечные проблемы, ну, могут быть, да, соответственно, сосудистые. В какой-то степени сейчас у нее есть проблемки сексуального характера, возможно, не то, что она бы хотела или вообще как бы не получает какого-то утворения. Лен, все, спасибо, спасибо большое. У нас почти не осталось времени, я могу дополнить о том, что это правда. Это, опять же, перебор своих партнеров, каких-то по жизни мальчиков. Это означает, что вот этот мне нравится, но тот лучше, а этот хуже. Вот я их буду так высчитывать. И тогда будет создаваться проблема, особенно если действительно есть отношения какие-то, это, да, это Елена безусловно права. Ну, и поскольку нету понимания четкого, для чего мы должны быть и чем нам надо заниматься, то да. Значит, могу добавить о том, что творческая девочка, творческая, есть способности к музыкальному творчеству какому-то, изобразительному искусству, прекрасно чувствует гармонию. В общем-то, есть качество, это без сомнения. Что бы еще мог бы я лично рекомендовать до 30-32 лет, это именно поиск самой себя в творчестве. Но дальше менеджмент очень и очень сильный, сильный менеджмент. Ну, и еще раз убрать у себя способность думать, что я лучше всех, я самое-самое-самое. Это переизбыток. Дорогие друзья, у нас времени уже, наверное, нет, да? У нас нет времени, к сожалению, даже на принимать звонки. Давайте я вам оставлю мой телефон, если есть какие-то вопросы конкретные, 847-226-9956. Я хочу поблагодарить Елену Порецкую, это парапсихолог, ясновидящий, экстрасенс и человек, который разбирается действительно в очень серьезных вещах, и в том числе в родовой карме и других, вот то, что приходит, то, чего нам непонятно, не видно, но тем не менее это имеет место быть. Спасибо большое, Лена, спасибо, мы с вами поговорим уже вне эфира. Всем до свидания. Я прощаюсь с вами также, Майкл Мелехов, руководитель центра Сан-Гейтс, я благодарю радиостанцию за время и возможность выступить в эфире и поделиться вот такой интересной информацией. Спасибо. До новых встреч в субботу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова